Здравствуйте, дорогие ученики 9 класса! Сегодняшняя наша тема записали. Это медь, цинк и хром. Начнем с меди. Медь известна с древнейших времен. Степень окисления меди в соединении это плюс 1 и плюс 2. Продолжаем. Положение в периодической системе и строения атома. Медь расположена в четвертом периоде побочной подгруппе первой группы. Электронное строение записали, а точнее вспомнили. 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П6. Далее. Молодцы. Оно исключение. Будет 3Д10 и 4С1. Хорошо. Продолжаем, ребятки. Нахождение в природе. Медь в природе встречается главным образом в виде соединений. Записали основные соединения для меди. Это куприт, формула купрум-2О, медный блеск, купрум-2С, медный колчедан, купрум-феррум-С2, малахит, купрум-О, дважды СО3. В Азербайджане медь встречается в основном на филисчайском полиметаллическом месторождении. Хорошо, ребята. Смотрим на минералы меди. Ребятки, это малахит. Выглядит так. Это медный колчедан, как мы с вами видим. И изделие из малахита. Малахитовая шкатулка. Хорошо, ребятки. Рассмотрим получение. Для получения меди используют два способа. Первый. Купрум-2С, а точнее сульфид меди-1 при взаимодействии с кислородом переводится в оксид. Оксид меди-1 и СО2 выделяется. Далее этот оксид купрум-2О будет взаимодействовать с купрум-2С. То есть оксид меди-1 будет взаимодействовать с сульфидом меди-1 и получается чистая медь СО2 выделяется. Эти реакции обязательно указали у себя. И смотрим физические свойства. Медь пластичный металл светло-розового цвета. Он достаточно мягкий. Относится к тяжелым и тугоплавким металлам. Медь хорошо проводит электричество. Смотрим дальше, ребятки. Химические свойства. И записываем реакции. Медь может взаимодействовать с неметаллами. Например, купрум-2-2 получится купрум-2. Или купрум плюс О2 получится купрум-О. Следующий серый. Купрум плюс серый получится купрум-С. Сульфид меди-2. Хорошо. Далее медь способна взаимодействовать с концентрированными кислотами. Смотрим. С концентрированной серной кислотой получается сульфат меди-2, купрум-СО4. Выделяется СО2 и образуется вода. Смотрим. При взаимодействии с азотной кислотой, а точнее медь с концентрированной азотной кислотой, получаем нитрат меди-2, выделяется НО2 и образуется вода. Хорошо. Надеюсь, эти реакции, а точнее химические свойства для меди, вы у себя указали. И мы продолжим с применением. Применением. Чистая медь применяется для изготовления электропроводов, кабелей, растворимых анодов, электродов, а также теплообменных аппаратов. Медный купорос записали в формулу. Это купрум-СО4 на 5 воды, используется для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Хорошо, ребята. Надеюсь, понятие меди вам ясно, а точнее физические, химические свойства и получение. И мы можем перейти на разбор цинка. Цинк в виде сплавов с медью известен с древнейших времен. Хорошо. Степень окисления цинка в соединениях плюс 2. Правильно, потому что это металл с постоянной валентностью 2. Дальше смотрим. В периодической системе цинк расположен в четвертом периоде побочной подгруппе второй группы. Электронное строение его атома записываем все вместе. 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П6, 3Д10, 4С2. Хорошо, ребята. Надеюсь, электронное строение вы записали, а мы можем продолжить с нахождения в природе. Цинк в природе встречается в виде только соединений. Смотрим. Сфолиэрит, формула цинк-С. Галмэй, цинковый шпат, формула цинк-СО3. В Азербайджане цинк встречается в основном на гюмишлинском, свинцовом, нахчеванском и филисчайском, полиметаллическом месторождениях. Ребята, продолжаем. В промышленности цинк получают из сфолиэрита в две стадии. Записываем эти стадии. Сфолиэрит при взаимодействии с кислотой образует оксид цинка и СО2 выделяется. Дальше оксид цинка восстанавливают активным углеродом до свободного цинка и выделяется монооксид углерода СО. Дальше, ребята, смотрим физические свойства. Цинк, легкоплавкий, тяжелый цветной металл, голубовато-серебристого цвета. При обычной температуре он хрупкий. При 100-150 градусов по Цельсию легко прокатываются листы, а выше 200 градусов по Цельсию снова становится хрупким. Хорошо, ребятки. И записали химические свойства. Цинк взаимодействует с неметаллами, с хлором получается цинк-хлор-2, с серой получается цинк-С, с кислородом получается оксид цинка. А раскаленный цинк при взаимодействии с парами воды образует оксид цинка и выделяется водород. Эти реакции обязательно записали у себя, и мы продолжим. Последующая реакция. Цинк при взаимодействии с серной кислотой образует сульфат цинка, серу и воду. Следующую реакцию смотрим. Цинк при взаимодействии с азотной кислотой образует нитрат цинка, цинка внутри дважды, НО выделяется и образуется вода. Дальше смотрим, ребята. И записываем последующие реакции. Цинк при взаимодействии с соляной кислотой при комнатной температуре образуется цинк-хлор-2 и водород выделяется. А при взаимодействии со щелочью, этот процесс называется сплавлением, образуется цинк от натрия. Натрий-2, цинк-О-2 и водород выделяется. Ребята, когда мы смотрим на две вот эти реакции, о чем мы вспоминаем? Правильно. Цинк-амфотерный металл. Он способен вступать в реакцию как с кислотами, так и с основаниями. Берем следующую реакцию. Цинк с растворами щелочей образует тетрагидроксоцинкат натрия и водород. Хорошо, ребятки. Я надеюсь, эти реакции вы записали и мы можем продолжить применением. Поскольку оксидная пленка, образующаяся на поверхности цинка, устойчива по отношению к кислороду воздуха и воде, то цинк используют в качестве защитного покрытия от коррозии. Из-за хрупкости цинк применяется в основном в виде сплавов, например, в виде латуньев. Это сплав с медью, а также цинк-о применяется в качестве белой краски цинковых белиль. Я надеюсь, данное применение, физические, химические свойства, нахождение применения вы указали у себя. И мы можем продолжить дальше. Определяю ионы цинка в растворе по выпадению белого осадка гидроксида цинка под воздействием щелочи, растворяющегося в избытке щелочи. Хорошо, смотрим на реакцию. Хлорид цинка при взаимодействии с натрием ОГАЖ получается цинк ОГАЖ дважды. Осадок и натрий хлор образуются. Следующая реакция. Цинк ОГАЖ дважды при взаимодействии с натрием ОГАЖ получается натрий 2, цинк ОГАЖ четырежды. Эти реакции указали у себя, а мы продолжим. Хром. Открытие. Хром был открыт в 1797 году французским химиком Воклином. Степени окисления хрома в соединениях. Молодцы. Это плюс 2, плюс 3, плюс 6 соответственно валентности. Смотрим дальше. В периодической системе хром расположен в четвертом периоде побочной подгруппе шестой группы. Электронное строение его, давайте вспомним, 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П6. Молодцы. Он является исключением, поэтому здесь мы получаем 3Д5 и 4С1. Хорошо, ребятки. Смотрим нахождение в природе. Хром в природе встречается только в виде соединений. Записали. Хромистый железняк или хромит железо. Указали данную формулу у себя. Это феррум О, умноженный на хром-2О3 или феррум хром-2 дважды. Ребята, в природе он также встречается в виде оксида хрома-3 и других его соединений. Продолжим с получением. При восстановлении хромито-железо-2 углем образуется сплав железа и хрома. Данный сплав называется феррохром. Для получения чистого хрома оксид хрома-3 восстанавливают алюминием. Указали данные реакции у себя. Феррум О, умноженный на хром-2О3, при взаимодействии с активным углеродом, получается феррум и плюс-2 хрома. Это феррохром. И выделяется монооксид углерода. Далее хром-2О3 восстанавливает алюминием до хрома. И алюминий-2О3 образуется. Данный процесс, вспоминаем, также называется алюминотермией. Хорошо, ребятки. Смотрим физические свойства для хрома. Хром металл серовато-белого цвета. С металлическим блеском. Хорошо проводит электричество и тепло. Относится к тяжелым тугоплавким металлам. Хром самый твердый металл. Это надо запомнить. Смотрим дальше. Химические свойства. Записываем. Хром при взаимодействии с концентрированной серной кислотой получается сульфат хрома-3, СО2 и вода. Следующая реакция. Хром при взаимодействии с азотной кислотой получается нитрат хрома-3, НО выделяется и образуется вода. Следующие, ребятки. Хром при взаимодействии с кислородом обратили внимание на температуру. Это 2000 градусов по цельсию образуется хром-2О3. А с хлором хром будет образовывать хром-хлор-3. Надеюсь, эти реакции вы у себя записали. И мы продолжим, ребятки. Смотрим на соединение хрома. Хром-О и хром-ОГАЖ дважды. Аксид хрома-2 и гидроксид хрома-2. Они проявляют основные свойства. Хром-2О3, хром-ОГАЖ трижды. Аксид хрома-3 и гидроксид хрома-3. Они проявляют амфатырные свойства. Хром-О3, аксид хрома-6. И Х2, хром-О4, хромовая кислота. И Х2, хром-2О7, дихромовая кислота. Они проявляют кислотные свойства. Применение. Хром применяется для получения твердых нержавеющих стали, а также для хромирования различных стальных изделий. Сплавы хрома с высоким электрическим сопротивлением, например, его сплав с никелем, не хром, применяют для изготовления электрических нагревательных приборов. Дорогие ребятки, я надеюсь, мы смогли с вами сегодня всесторонне разобрать медь, цинк и хром. Вы записали все реакции. И попрошу, пожалуйста, закрепить изученные на странице 52-53. Желаю всем удачи и до следующего урока. А также в связи с пандемией оставайтесь дома, не болейте. До свидания, ребята. Здравствуйте, дорогие ребята. Вы помните, что на прошлом уроке мы с вами разбирали, говорили о жизненном цикле клетки. Мы говорили о том, что в жизненном цикле клетки мы наблюдаем интерфазу и деление. Говорили о том, что во время интерфазы не все клетки могут удваивать ДНК. То есть те клетки, которые в дальнейшем будут продолжать свой цикл, делиться, то в них происходит удвоение ДНК, удвоение хромосом. Сегодня мы с вами разберем, каким образом делятся клетки и первый способ деления, который называется метоз. Итак, деление клетки – метоз. Вообще, когда мы говорим о делении клетки, мы говорим о том, что деление клетки является одним из основных свойств клетки. Но наиболее распространенный способ деления клетки – это как раз-таки метоз. Таким способом делятся соматические клетки, то есть клетки тела. Тело человека, животных, растений. Давайте посмотрим с вами внимательно. Вот у нас перед нами кариотип человека. В процессе деления у нас будут участвовать хромосомы. Вспомните, ребята, количество хромосом, как правило, мы говорим, в соматической клетке бывает диплоидный набор. Для чего же нам это с вами необходимо? Дело в том, что суть метозы заключается в том, что в результате деления клетки с диплоидным набором хромосом образуются две дочерние клетки с таким же диплоидным набором хромосом. И мало того, они обладают абсолютно одинаковым наследственным материалом. Они очень сходны с той клеткой, из которой они образовались. Давайте еще раз вспомним. В синтетический период происходит удвоение ДНК. То есть у нас появляется хромосома, состоящая из двух хроматит. Во время интерфазы мы знаем, произошло это удвоение, а затем начинается период метозы. Период метозы будет состоять из четырех последовательных фаз. Какие же это фазы? Это профаза, метафаза, анофаза и телофаза. Мы познакомимся с каждой из них, причем мы будем последовательно разбирать все, что происходит во время этих этапов. Итак, вы знаете, что хромосомы во время интерфазы существуют как невидимые нити, хроматин. Вот перед тем, как делиться, хромосомы укорачиваются, начинают скручиваться, спирилизоваться. Если есть в клетке центриоли, а это касается низших растений и животных, то центриоли удваиваются и расходятся к полюсам. Пожалуйста, ребята, вспомните, центриоли по-другому еще называют клеточным центром. Но начинает формироваться веретено деления. Ребята, очень часто допускается такая ошибка. Считается, что если есть центриоли, только тогда формируется веретено деления. Вовсе нет. Веретено деления будет формироваться и у животных, и у растений, там, где нет даже центриоли, и у грибов, у которых нет центриоли. Просто формирование будет происходить по-другому. Но веретено деления присутствует всегда. Затем ядерная оболочка начинает растворяться, исчезает, растворяются ядрышки. И хромосомы располагаются, уже скрученные хромосомы свободно располагаются в цитоплазме. Затем наступает следующая фаза, которую мы называем метафазой. Уже заканчивается формирование веретено деления, и хромосомы располагаются как бы на экваторе клетки, образуя так называемую метафазную пластинку. В это время нити веретено деления прикрепляются непосредственно к серединке хромосомы. Серединку хромосомы мы называли центромерой или первичной перетяжкой. И центриоли уже расположены непосредственно у полюсов, а хромосомы равно удалены от этих полюсов. Посмотрите, пожалуйста, вот на этот рисунок. Здесь у нас хорошо видно. Вот у нас по две центриоли, которые располагаются перпендикулярно друг к другу, и каждая из них прикрепляется с двух сторон. Получается, они прикрепляются к хромосомам, а вернее к хроматидам хромосомы. Итак, наступает следующий этап. Это анофаза. Каждая хромосома, состоящая из двух хроматид, разделяется на две идентичные дочерние. То есть, начиная от нити веретена деления, растаскивать хроматиды, каждый к своему полюсу. Дочерние хромосомы, давайте вспомним, когда мы начинаем уже в данном случае называть хроматиды дочерними хромосомами, они растягиваются к полюсам клетки, и у каждого полюса оказывается одинаковый генетический материал. Почему? Потому что каждая хроматида является копией друг к другу. Итак, во время телофазы процесс как бы поворачивается вспять. Здесь исчезает веретено деление, хромосомы раскручиваются, дисперилизуются, принимают форму нитей и бывают невидны. Вновь появляется ядрышко, формируется ядерная оболочка, и после деления ядра, а этот процесс называется кариокинез, наступает деление цитоплазмы, цитокинез. Посмотрите, ребята, пожалуйста, вот на эти кадры. Что здесь происходит? У вас хорошо это видно, что сначала ядро начинает растворяться, хромосомы собираются на метафазной пластинке, затем они расходятся к полюсам, это анафаза, формируется непосредственно два ядра, и клетка начинает делиться. Клетка разделяется пополам, и образуются две идентичные клетки. Но здесь я хотела бы обратить ваше внимание, что животная клетка разделяется такой как бы перетяжкой, а растительная клетка так разделиться не может, ребята. Она делится особой пластинкой, которая может разделить ее в центре, потому что разделиться ей перетяжкой мешает жесткая клеточная стенка растительной клетки. Итак, вот таким образом выглядит на световом, вернее, поляризованном так называемом микроскопе выглядят все фазы. Вспомните, ребята, откуда происходит слово хромосома. Хромоцвет, сомотелло, окрашенное тело. Дело в том, что когда хотят разглядеть под микроскопом какой-либо объект в клетке, проводят окрашивание, и лучше всего подвергаются окрашиванию именно хромосомой. И они прекрасно видны на всех фазах, особенно во время метафазы, потому что они все собраны в одном месте на экваторе. Итак, давайте с вами подведем один итог. Мы знаем, что во время профазы клетка содержит двойной диплоидный набор хромосом, и каждая хромосома состоит из двух хроматит. То есть набор здесь у нас будет 2Н4С. Во время метафазы ничего не меняется, а во время анафазы образуются у нас дочерние хромосомы, и получается, что количество хромосом увеличивается. А во время телофазы каждой из образованных клеток вновь достается набор хромосом, равный 2Н2С. Каково же биологическое значение метоза? Оно заключается в том, что наследственный материал делится поровну между двумя дочерними клетками. Из материнской клетки, содержащей диплоидный набор хромосом, образуются две дочерние клетки с диплоидным набором хромосом. Ребята, домашнее задание у вас будет. Выучите, пожалуйста, тему деления клетки метоз параграф 18 на странице 67 и выполните в своей домашней тетради все задания, которые есть к этому параграфу. До свидания, ребята. Всего вам доброго.